и снова здравствуйте давайте в этом ролике рассмотрим как сделать падающий снег дождь ну и всякие предметы именно сверху так погнали открою закроем вот этот куб или нажмем следом заходим в находим наш находим план подгружаем вот так вот наш план и теперь единицы на нампаде транспозом можно все это дело приподнять вот так вот так теперь смотрим что да как как все установилось все на месте заходим теперь в эти модификаторы вот здесь и находим опять же частицы следом заходим в нижнюю панель под модификаторами называется particle properties и вот здесь есть настройки вот именно вот этих частиц нажимаем play вот увидите как они падают следом это стоит первый кадр и 200 н н здесь можно поставить 200 кадр enter и вот теперь будет анимация вот в таком духе до двухсотого кадра и опять повторяться так это есть теперь следом смотрим что тут еще есть здесь есть затухание вот стоит 50 если мы сейчас включим вы видите насколько низко падают пистит аж вон куда это многовато давайте поставим не 50 допустим а 30 enter вот увидите насколько они уменьшились вот так все повторяется ну и теперь заходим именно в рендер вот это вот функция на паузу поставим на первый кадр вернемся и можно теперь добавлять сюда именно разные объекты допустим вы сами сделали каплю каплю можно сделать именно ну допустим открыть наш открыть вот конус теперь переключиться допустим так вот зайти в эдком и уменьшить допустим в вертиксе вот так и уменьшить детализацию чуть-чуть вот так один метр размер уменьшаем вот так сплюснуть можно следом вот так вот чуть-чуть ее можно подвинуть здесь что еще можно чуть-чуть растянуть радиус поднять вот так она выглядит ну и просто не заморачиваясь добавить ему именно обжиг и добавить шейдер смут вот так все сгладить вот такая штука приблизительная то можно просто вылепить без разницы так ну что теперь можно сделать теперь ее уменьшаем с кайл и относим бок g вот сюда вот находим теперь опять же наш план на него переключаемся и заходим теперь в рендер опять же смотрим нажимаем на пипетку и нажимаем на наш конус вот он здесь или просто нажимаем на черную вот этот на черный цвет на окошко и находим именно конус все он стоит давайте посмотрим как это все работает вот так включаем play ставим теперь object и смотрим что тут теперь происходит опять же нажимаем на конус вот теперь падает конус вот таким вот образом вот он маленький его можно сделать больше вот здесь вот опять же в рендер скайл вот таким вот образом нам нужен дождь пусть он будет вот так поменьше капли чуть-чуть и так приближу ну и вот так они вот падают опять же можно прибавить количество уменьшить вот хайл можно сделать меньше ну допустим 300 такой маленький дождь будет идти вот так все это сыпется не знаю видно вам нет чуть чуть побольше поставлю в скайл так смотрим что да как но где-то вот в таком духе все происходит опять же можно поставить так разный вид вот будет падать вот так вот сид вариация вот таким вот образом может ходить следом что еще можно сделать можно добавить мышь до добавить допустим сюзанну сюзанну мы опять же джи убираем в бок пусть тут повисит сбоку и опять же заходим на план заходим в настройки именно вот этой заходим в частицы настройки и опять же идем к рендеру теперь ставим опять убираем сюзанну конус и ставим на сюзанну так вот вот теперь будет падать сюзанна опять же можно размер сюзанны уменьшить и сюзанна будет падать вот таким вот образом если сзади поместить какую-то картинку допустим опять же окружение то можно вот сделать видимость дождя ну давайте посмотрим как это вообще выглядит ставим на камеру семерка на нампаде транс позом ее можно перекрутить вот так вот и подвинуть вот сюда вот так вот нажимаем ноль немножко джи приподнимаем вот таким вот образом ноль убираем и попробуем немножко камеру перекрутить вот таким вот образом и опустить чуть-чуть пониже вот так ноль на нампаде целик бокс транс поз убираем и ноль ждем на нампаде джи корректируем смотрим подгоняем вот таким вот образом мы посмотрим вот так все падает все прикольно следом заходим в настройки именно рендер здесь вот находим output темп и поставим чтобы сохранялась именно картинка на рабочий стол или в какую вам нужно папку находите ее все теперь ставим не png а jpeg допустим и ставим render render image посмотрим что тут происходит вот так все падает нужно теперь добавить освещение и уже задний фон и все будет видно все будет прикольно вот такая получается вещь можно опять же использовать в анимации где-то персонаж идет по улице и там снег идет дождь идет снизу вода еще рассмотрим как добавить воду именно на низу под ногами и хотелось бы именно если есть у кого-то информация как сделать следы оставляемые персонажем я еще буду над этим работать конечно но за информацию буду благодарен все до свидания всем пока